Всем привет! Сегодня я покажу новую подборку с интересными автотоварами из Китая. Надеюсь они вам понравятся и пригодятся, так что досмотрите видео до конца, чтобы поучаствовать в конкурсе с денежным призом. Табличка с номером вашего мобильного. Она пригодится, если вы паркуетесь, при этом мешая проезду другим. То такая табличка пригодится, чтобы другие водители смогли вам набрать и попросить переставить машину, но лучше сразу нормально поставить автомобиль. Смотрится данная табличка стильно, цена 910 рублей, покупок более 600. Аварийно-спасательный инструмент. Такая штуковина лишней не будет где-то в бардачке или внутри подлокотника. С помощью данной штуки можно легко разбить окно в автомобиле или же разрезать ремень безопасности. Цена 120 рублей. Магнитола с камерой и экраном. Это однодиновая магнитола, которая обладает неплохим функционалом. Есть разъем для карты памяти, чтобы слушать музыку. Также можно подключать USB флешку. Есть еще Bluetooth, с помощью которого можно разговаривать через динамики вашего автомобиля. В магнитоле естественно встроен микрофон, чтобы собеседник слышал вас. Можно не только слушать музыку, но и смотреть видео, хоть и экран не очень большой. Также есть вариант как с камерой заднего вида, так и без нее. В комплект поставки входит обычный пульт управления магнитовой и пульт, который цепляется на руль автомобиля. Цена без камеры 3000 рублей. С камерой 3230 рублей. Флешки с логотипами различных марок автомобилей. Есть и Volkswagen, Volvo, Peugeot, Fiat, Renault, Citroёn и другие. Объем от 4 до 32 гигабайт. Цена от 520 и до 728 рублей. Следующий товар это бюджетный мультируль. Данное устройство работает с большинством магнитол, соединяется при помощи Bluetooth. Смотрится достаточно неплохо, конечно не как штатные кнопки, но все же неплохо. Цена 1531 рубль, покупок более 300. Система контроля давления шин в машину от фирмы Coreut. Чтобы установить данную систему, придется поехать на шиномонтаж. Самому в домашних условиях вряд ли получится, так как нужно разбортировать колесо. Данная система предупреждает об утечках воздуха, предупреждает о возникновении грыжи и отображает наклон шины. Цена 4467 рублей. Wi-Fi камера видеонаблюдения. Работает с Android и iOS. Можно поставить во дворе частного дома или направить на стоянку около подъезда. Есть ночной режим, а также оповещение при обнаружении движения. Также данная камера спокойно работает в дождь. Цена 1782 рубля. Устройство в прикуриватель на все случаи жизни. Два порта USB, порт прикуривателя и вольтметр. Выполнено качественно, пластик не скрипит. Детали хорошо подогнаны друг к другу. Контакты в прикуриватель подпружинены, в гнездо садится плотно. На передней панели устройства два гнезда USB и гнездо прикуривателя. Между гнездами USB спрятан светодиодный индикатор бортового напряжения автомобиля. Он синего цвета. Колпачок с центральными контактами откручивается. Под ним находится предохранитель на 6 Ампер и пружина. Цена 510 рублей. Покупок более 800. Автомобильный видеорегистратор с поддержкой разрешения Super HD. 2560 на 1440 пикселей. На передней стенке над объективом находятся четырехконтактные площадки для приемки питания от специального кронштейна, а также связь с GPS приемником. В устройстве есть датчик движения, он реагирует на достаточно крупные предметы. Субъективно время реакции составляет где-то между половиной секунды и секундой. Качество съемки вы можете оценить сами. В принципе очень хорошее качество. Цена 5600 рублей. Покупок более 1000. Козырьки-дефлекторы для боковых зеркал. Они помогают сохранить чистоту и возможность нормального обзора. Особенно теплой зимой, когда машина припаркована вдоль дороги, по которой постоянно идет поток машин и грязь, снежная каша летит из-под колес, загрязняя всю левую сторону. Цена 87 рублей за пару. На этом все, а теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же вебмани кошелька. Условия поставить лайк, быть подписанным на канал и написать любой адекватный комментарий под видео. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором ютуб канале. Все ссылки есть в описании.